В эфире на Ульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! 6 июня в нашем районе с рабочим визитом побывал заместитель руководителя администрации главы республики Урал Кенсильбаев. В ходе встречи он посетил ряд социально значимых объектов. Подробности далее в сюжете. Совместно с главой администрации района Ильшатом Вазегатовым они обсудили, как проходит день поминовения и почитания в нашем районе. Среди участников акции были организации предприятий, а также местные жители. После делегация направилась в мечеть Ислам. Здесь представители духовенства рассказали о своей работе во время изоляции, поделились насущными проблемами. Очередной пункт остановки – взрослая поликлиника. В первую очередь для всех посетителей обязательно температурный масочно-перчаточный контроль. Сотрудники больницы рассказали о том, как в настоящее время ведется прием граждан в лечебном учреждении. После чего делегация направила в Сейнаульскую коррекционную школу-интернат. Учебное заведение возвели в рамках реализации республиканского проекта 100 объектов. Вопросы, затронутые при встрече с директором школы, касались количества школьников, условий их проживания, как протекает процесс обучения во время пандемии. В продолжении темы коронавируса они посетили Янаульскую центральную районную больницу. Главный врач Тимур Мадьяров рассказал о работе учреждения в режиме повышенная готовность, о количестве инфицированных COVID-19 в районе и как проходит их лечение. Еще одной темой обсуждения стал ремонт здания больницы и ее техническая база. Я в Янауле довольно-таки часто был. Сейчас сегодня я приехал с рабочей поездкой. И, конечно же, мы не могли пройти мимо лечебных учреждений. И мы должны были обязательно посмотреть лечебные учреждения. Я считаю, что Янаул один из таких районов, городов, где все принятые меры, они приняты вовремя. Я имею в виду меры против распространения COVID-19. И вот даже проезжая территории города, площади города, улицы города, видно, что население беспокоено о своем здоровье. Население на самом деле думает о здоровье своих близких. И еще один момент, то, что сегодня впервые в республике у нас проводится день поминовения. Это праздник, который, можно сказать, мероприятие, праздник, событие, которое направлено на то, чтобы наше население, независимо от вероисповедания, наше население, независимо от религии, от национальности, от возраста, от цвета кожи, от цвета волос, чтобы они... У нас есть общие темы, общие вещи, общие корни. У нас есть предки, которые где-то захоронены. И чтобы мы, почитая своих предков, также, в первую очередь, конечно, передавали своему новому, молодому поколению это почитание, чтобы они с уважением относились к своим предкам, к своей семье. С этого начинается любовь к Родине, и это называется как раз-таки патриотизмом. Мы же за столь короткое время все посмотреть не успели и не успеем. Надо услышать еще и вопросы, проблемы каждого блока, каждого сектора. Может быть, какие-то вещи мы, я имею в виду администрацию, правительство республики, находясь в Уфе, можем и не увидеть, и не услышать. Поэтому мы выезжаем периодически, вот мои коллеги тоже выезжают в районы, города, чтобы пообщаться непосредственно с теми людьми, которые занимаются на местах данными проблемами. И я считаю, что польза, она... У меня поездка не для того, чтобы что-то проверить, да, и чтобы что-то наказать кого-то, или еще что-то. Основное – это увидеть, какие есть проблемы, и попытаться помочь администрации на ОЛО, побороть эти проблемы, найти какие-то пути, выходы, решения этих проблем. Итоги поездки обсудили на заседании оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом на территории нашего района. Участие в нем принял и Урал Кельсинбаев. Надо сказать, что город преобразился, и он стал намного аккуратнее, чище. Это говорит не только о том труде, который вкладывает глава администрации, вся администрация, жилищно-коммунальный блок. Это говорит еще о бережном отношении по всему, что делается, что строится с жителями самого города. Я считаю, что это, наверное, самое главное достижение, когда жители начинают осознавать, наверное, больше и с уважением относиться к своему городу, больше любить. Об оказании медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией на базе Янаульской центральной больницы и создании безопасных условий работы для медработников рассказал главный врач Димур Мадьяр. По состоянию на 5 июня 2020 года в Янаульском районе зарегистрировано 56 случаев, на сегодня 57. Из них находится на госпитализации 8 человек, четверо в городской больнице города Нефтекамска, 25 человек находятся на амбулаторном лечении с легким течением COVID-19. Выписано с выздоровлением 21 пациент, на карантине находится 38, это контактные лица. Есть в районе семейные очаги, зарегистрировано за весь период 12 семейных очагов. Здесь количество 32 человека. Заместитель главы администрации района по социальным вопросам Гаухар Медьяров сообщил об итогах поквартирного обхода самоизолировавшихся граждан, соблюдении санитарно-эпидемиологических норм в организациях социального обслуживания. Все члены мобильной группы обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, маска, защитная одежда, перчатки. Для работы групп выделяются служебные автомобили администрации и муниципальных учреждений. Члены мобильной группы проверяют нахождение граждан по месту проживания, интересуются состоянием их здоровья, напоминают, что они не должны выходить из дома, исключить контакты с другими лицами. Продукты и медикаменты в случае необходимости доставляют волонтеры. При этом доставка абсолютно бесплатная. За весь период мобильные группы посетили места проживания 410 человек. Из них 144 прибыли из-за границы, 30 пациентов РКБ имени Куватова, 173 человека прибыли железнодорожным транспортом, 26 человек из регионов РФ неблагополучных по коронавирусной инфекции, 9 граждан – это вахтовики. Тему контроля соблюдений требований об организации правил поведения хозяйствующими субъектами озвучил и заместитель главы администрации района по экономическому развитию и предпринимательству Фейруза Ганиева. В завершении совещания все его участники смогли поделиться своим мнением и подвести промежуточные итоги. В Башкортостане подтвердили более 4000 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин. На очередном оперативном совещании его глава Республики Радий Хабиров провел 8 июня. Более 100 человек, переболевших коронавирусом, сдали антиковидную плазму. Она в дальнейшем будет использоваться для лечения тяжелых больных. Медики, работающие с пациентами с подтвержденным COVID-19, получили положенные им федеральные и республиканские выплаты в полном объеме. Радий Хабиров отметил, что в Башкортостане увеличилось количество заболевших пожилых людей старше 65 лет и подчеркнул, что они должны по-прежнему сохранять режим самоизоляции. Из-за сложной эпидемиологической ситуации глава Республики также предложил перенести празднование Дня медицинского работника с 21 на 26 июня. Предприятия Башкортостана могут получить дополнительные бюджетные деньги на закупку средств индивидуальной защиты, таких как маски, перчатки, антисептики. Речь идет о тех средствах, традиционно выделяемых на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Также на еженедельном оперативном совещании в правительстве Республики обсудили ход реализации национальных проектов и уровень инвестиций в экономику Башкортостана. Сразу по завершению видеоселекторной части утреннего совещания глава администрации района Ильшат Вазегатов поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Почетной грамотой были награждены сотрудники Центра социального обслуживания «Альтаир» Лилия Ильина, Флорида Ирканаева и Лилина Миниахметова. За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Евгения Иргибаева, Фануза Меньшуткина и Гульнаст Немирбаева получили благодарственные письма. Все награжденные работали в непростых условиях в рамках борьбы с коронавирусом и посетили более 400 енаульцев. 8 июня свой профессиональный праздник отмечают все сотрудники, оказывающие социальную помощь. Среди них работники реабилитационных центров, приютов, домов, престарелых, а также медики, психологи, правоведы. В России День социального работника проходит на официальном уровне в 20-й раз. Центр социального обслуживания населения «Альтаир» работает в нашем районе уже пятый год. День соцработника Лисян Хатмулиной, как правило, начинается с магазина. В соответствии с пожеланиями своих подопечных, она покупает необходимые товары, после чего направляется по адресам. Сейчас у Лисян 21 подопечный, среди них и Рима Сафина. Для бабушки ее визит всегда долгожданное и радостное событие. Полгода с лишним. До Нового года она где-то в ноябре начала. Вот сейчас она посещает. Что скажу? Вот надо вот это сделать. Хотя ей, может, от договора мне оговорено, но она старается сделать... Конечно, может, ей и не хочется, а может и хочется, но... Ладно, Ревмансурна, ладно, Ревмансурна, сделаем, сделаем. Послушная, исполнительная, чистоплотная. А нам что надо, старикам? Только это и надо. Скажешь, а ей этот чай попьем? Ой, неудобно, ой, неудобно. Я говорю, я тебя жду чай пить. Изгиля тарт клаф, все равно к столу я ее сажу, мы с ней чай попьем. Это ведь не только работа нужна, но и, как говорится, общение нужно. С наступлением лета, помимо домашних занятий, добавились хлопоты и на садовом участке. Сама хозяйка дома уже не справляется с делами в огороде, подводит здоровье. И тут, как нельзя кстати, стала помощь Лисян. С каждым днем совместными усилиями огород и сад становятся все краше. Как и любой социальный работник, она старается оказать не только физическую помощь, но и моральную поддержку. Надо быть, наверное, психологом, наверное, в этой работе. Поэтому не всем здесь, наверное, легко будет. Это надо с людьми работать, общаться уметь надо с людьми. Я всю жизнь, конечно, проработала на таких местах, где, скорее всего, с людьми работала. Поэтому мне может быть и легче из-за этого. С пожилыми людьми тоже, знаете, у всех характер еще какой. К ним надо подход иметь. Есть такие люди, которым надо и есть, приготовить, посуду помыть, пол помыть, допустим, пропылесосить. Получается, почти всю работу делаем мы. И постирать, и в магазине покупаем все, лекарства, продукты. Но в основном получается все. Все обязанности. Сами понимаете, люди, они тем более еще на улицу не выходят. И у них нам надо все равно что-то, даже эти же шторы повесить надо, окна вымыть. Так что вся работа женская на наших плечах получается. Работа центра «Альтаир» направлена на оказание социальной помощи на дому пожилым гражданам, маломобильным людям, а также семьям с детьми до трех лет. На сегодняшний день на обслуживании 36 сотрудников находится 584 человека. Предоставляется более 90 видов услуг. Основные у нас, конечно, виды жизненно необходимые для любого человека. Это, конечно, покупка и доставка продуктов питания на дом, оплата коммунальных услуг, сопровождение в медицинскую организацию, обеспечение лекарственными препаратами, оплата коммунальных услуг. Это самые основные, более распространенные услуги, которые мы оказываем. Ежегодно мы также участвуем в различных конкурсах на предоставление гранта. У нас на стадии реализации идет еще проект «Золотые руки». Осталось только последнее занятие повести. Также хочу еще раз сказать, что мы победили в конкурсе на предоставление грантов главы Республики Башкортостан. Сейчас у нас планируется с июля реализация нашего проекта «Продвинутость. Время пожилых». По этому проекту мы планируем организовать обучение пожилых людей по компьютерной грамотности. В условиях пандемии, конечно, коронавирусной инфекции, социальные работники не прекращали работу. Мы также продолжали работать. На их плечи легла двойная нагрузка. Мы также оказывали услуги гражданам, в отношении которых установлен режим самоизоляции. Также оказывали услуги по покупке и доставке продуктов питания, товаров первой необходимости, покупке лекарственных препаратов и выносе мусора. Служба наша неравнодушных сердец, социальным работникам может работать не каждый человек. Для этого он обязательно должен обладать человеколюбием, таким качеством, важным для каждого, для любого гражданина. Можно отметить каждого из социальных работников, работающих у нас в центре, по фамильям можно перечислить. Я хочу про всех сказать, что они все очень большие молодцы, очень добрые, порядочные женщины у нас работают. Всегда готовы прийти на помощь любому человеку, нуждающемуся в посторонней помощи. Работа в условиях пандемии для социальных работников не изменилась, а наоборот стала еще более актуальной. Сотрудники центра работают в том числе и в составе выездных мобильных бригад по обходу граждан, находящихся на самоизоляции. Они, как и прежде, поддерживают всех тех, кто особенно нуждается в их помощи и участии. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. 6 июня, в день поминовения и почитания, на 92 кладбищах нашего района прошли субботники. Участие в уборке приняли более 2000 человек. Это работники организации и предприятий «Родственники усопших». Было задействовано 75 единиц техники, вывезено 189 тонн отходов. В числе участников акции были и волонтеры. Они занимались благоустройством 41 захоронений участников Великой Отечественной войны, локальных войн и погибших при исполнении служебного долга. В течение дня была скошена сорная трава, убран мусор, вырублены сухие деревья, спилены кустарники по периметру кладбищ. Отремонтированы ограждения и заборы, окрашены входные группы. Каждый Янаулиц мог посетить могилы своих родственников и друзей, благоустроить их внешний облик, проявив тем самым дань уважения. «Вот тёща у меня, это супруга, вот это супруга. Всё, две могилы, и вот третья моя потом была. Это всё естественно, что ребятишки приехали, они у меня в других городах живут, так что не искали где-то, вот все три могилы рядом будут. Вот, им легче, и мне такая вот штука. Я вот себе тоже уже 10 лет памятник у меня тоже дома стоит. Вот такой же сделал, только побогаче немножко. Я вот нынче запоздал немножко сюда. У меня это обычно к весне чистого всегда бывает. Когда могила обихожена, да как-то даже вот посторонние даже могилы, всё равно приятно. Вот, потому что не забывают люди. Просто веков-то нельзя забывать, чем смертные. Родной край, сердцу рай гласит народная мудрость. С этой истиной согласен и герой нашего следующего сюжета. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Зинур Валеев родился и вырос в деревне Истяк. Там живёт и по сей день. Пять лет назад начал самостоятельно заниматься разведением крупного рогатого скота. Хотя назвать его новичком нельзя. Это дело можно смело назвать семейным. Примером для подражания стал отец. О том, как живётся на селе, далее в нашем эфире. Старое здание фермы Зинур Валеев выкупил шесть лет назад. Сделал капитальный ремонт, теперь здесь светло и тепло. Двухмесячные телята кушают с аппетитом и хорошо прибавляют в весе. В день до одного килограмма. В рационе овёс, витамины и сено. После трёх месяцев их переведут на взрослую еду. Зерносмесь и фураж. В соседнем зале расположился осенний приплод. Здесь же в холодное время идёт и дойка коров. Сейчас большая часть стада на свободном выгуле. Всего в хозяйстве более 120 голов крупного рогатого скота. Больше 50 – дойное стадо. Доим на сегодняшний день молока. Но через Меркурий сдал сегодня 688 литров. Это без жирности. На жирность ещё добавляется жирность 3,8. На жирность добавляется около 80 литров ещё. Планы, конечно, есть. КРС купить, молочного стада. Есть уже предварительный договор. Пермская область. Оттуда хочу купить. У них дольное стадо хорошее. Молочное направление. Галштенизированный КРС. Купить хочу 38 голов. Погода в этом году радует, признаётся фермер. Посев начали 4 мая и закончили в срок. Всего за две недели. Вот здесь овёс посеяно 40 гектаров. Общий 50 посеял. Пшеница, ященя 40. Зерна смеси 40. И ещё под силос, как зерна смесь, семечкой посеял тоже 40. И разнотравий, клевер люцерного у меня тоже 70 гектаров. В этом году увеличил площадь. Сейчас оформляется документ. Тоже посеянный уже. 98 гектаров. Вот сейчас химпрополку будем делать. И биофунгицид, удобрение сюда. Будем тоже вносить опрыскивание, методом опрыскивания. При химпрополке. А техника имеется тоже. Сейлки есть, культивации. Всё, борона. Всё имеется. Комбайн тоже свой. Старый, но работает. Два дня назад приступили к покосу многолетних трав. В хозяйстве есть своя техника. За её исправностью ежедневно следит механизатор Ирик Шагалиев. Я всю жизнь на полях. Я в колхозе работал. С 83-го года начал. Как говорится, всю жизнь на земле. Вот 56 лет. Старает, нравится. Что я хлебород. Не обижаюсь никогда. Зинур Валиев не из тех, кто привык стоять на месте. В планах увеличить поголовье скота. Для этого он выкупил ещё одно пустующее здание, где планирует содержать до 200 голов КРС. Есть у него и своя отрада лошади. Породистые кони участвуют в скачках, радуют душу и глаз, признаётся фермер. И это, пожалуй, все новости. К этому часу впереди прогноз погоды. Берегите себя. Оставайтесь с нами. 10 июня ожидается ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днём плюс 27, плюс 29 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый и слабый. Днём юго-восточный, восточный 7, 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, местами плюс 6, плюс 11, днём плюс 25, плюс 30 градусов. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знания татарского и башкирского языков. Справки по телефону 50402. 13 и 14 июня Министерство финансов Российской Федерации проводит семейный финансовый фестиваль в онлайн-режиме. Вы узнаете, как оптимизировать личные и семейные бюджеты, снизить кредитную нагрузку, получить социальную помощь от государства. Участие в фестивале бесплатное. Обязательно предварительная регистрация на сайте www.familymoneyfest.ru Вопросы отправляйте по почте www.familymoneyfest.ru Территориальная избирательная комиссия Наульского района сообщает о режиме работы в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. С 5 по 29 июня включительно в рабочие дни с 10 до 20 часов, перерыв с 13 до 14 часов. Выходные и праздничные дни с 10 до 14 без перерыва. 24 июня с 16 до 20 часов, 30 июня с 9 до 14 часов. Участковые избирательные комиссии работают с 16 по 29 июня включительно. В рабочие дни с 10 до 20 часов, выходные и праздничные дни с 10 до 14. 24, 25, 26 и 29 июня с 16 до 20 часов. С 12 мая в Башкортостане вводятся новые правила самоизоляции. Если вам больше 65 лет, оставайтесь дома с 18 до 6 часов. Дети младше 17 лет не должны быть на улице с 20 до 14 часов. Выходя из дома, наденьте маску, а в общественном транспорте и магазинах еще и перчатки. За нарушение масочного режима предусмотрены штрафы. Берегите себя. Продолжение следует...